Мы сегодня пригласили заместителя начальника, очень сложная должность, межрайонной ФНС России номер 11 по Югре Наталью Богуцкую. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте. Наталья Викторовна, налогоплательщики обязаны представлять с 1 января 2023 года определенные уведомления. Что это за уведомление, расскажите нам, пожалуйста. Уведомление предоставляется не по всем налогам, а только по тем, срок уплаты которых раньше, чем срок предоставления декларации. Это НДФЛ, страховые износы, имущественные налоги, юридических лиц, УСН, ЕСХН. Уведомление об исчисленных суммах налогов предоставляется не позднее 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты. Но срок уплаты у нас, естественно, не позднее 28 февраля. Уведомление содержит 5 реквизитов. Это КПП, АКТМО, КБК, налоговый период и сумма. И является многостраничным. В одном уведомлении можно отразить информацию по всем авансовым платежам, по каждому обособленному подразделению, по КПК, по всем налоговым периодам, даже будущим налоговым периодам, если сумма исчисленного налога известна заранее. Налоговые уведомления предоставляются налогоплательщиками по месту учета, по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогового плательщика и на бумажном носителе. На бумажном носителе предоставляют налогоплательщики налоговые агенты с численностью сотрудников не более 10 человек. Если налогоплательщикам предоставляются документы по доверенности, то на момент отправления уведомления доверенность в налоговом органе должна быть зарегистрирована. Наталья Викторовна, ну а если в уведомлении допущена какая-то ошибка, ее каким-то образом можно исправить? Что делать? Если в налоговом уведомлении о бесчисленных суммах налога обнаружена ошибка, то исправляется она путем направления нового налогового уведомления в части той обязанности, в которой обнаружена ошибка. Если ошибка обнаружена только в сумме, то направляются налоговые уведомления с теми же реквизитами и с верной суммой. Если обнаружена ошибка в реквизитах налогового уведомления, то направляется налоговое уведомление с прежними реквизитами и с суммой 0, чтобы обнулить сумму по некорректным реквизитам. И дальше заполняется раздел уже с правильными реквизитами и с необходимой суммой. Налоговые уведомления предоставляются до предоставления декларации. Также, если срок уплаты предоставления налоговых уведомлений и декларации совпадает, то предоставлять налоговые уведомления не нужно. Также, если в налоговом уведомлении отражается сумма 0, то уведомления предоставлять также не нужно. Уведомление о бесчисленных суммах налогов предоставляется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 2 ноября 2022 года, номер ЕД-7-8-1047. В данном приказе указан порядок оформления налоговых уведомлений, указаны примеры заполнения налоговых периодов. Также с данным приказом налогоплательщик может ознакомиться в любой правовой системе, которую он использует. За несвоевременное или непредоставление уведомления предусмотрен штраф в размере 200 рублей в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации. Наталья Викторовна, а могут ли налогоплательщики оплачивать авансовые платежи по-старому, так как это было ранее, так как они привыкли? В течение 2023 года налогоплательщик имеет право вместо уведомления об исчисленных суммах налогов предоставлять платежное поручение распоряжением со статусом 02. Платежное поручение распоряжения предоставляется так же, как и уведомление не позднее 25 числа месяца. При предоставлении платежного поручения распоряжение необходимо обратить внимание на следующее. На основании платежного поручения уведомления налоговый орган формирует начисление по конкретной обязанности. Для однозначного определения налоговой обязанности необходимо платежное поручение, платежное поручение оформить все реквизиты в соответствии с приказом 107 Н, а также обязательно заполнить правильно налоговый период, по нему будет определяться срок уплаты налога. Если налоговый орган не сможет однозначно определить налоговый период, либо какой-то другой реквизит, либо в платежном поручении распоряжении будет указан КБК налога, по которому уведомления не предоставляются, то налоговый орган не сможет сформировать начисление, соответственно, не будет распределена сумма по данному налогу из единого налогового платежа. И, соответственно, налог будет считаться неуплаченным до момента предоставления уведомления, либо о платежном поручении распоряжения. Задолженность по данному налогу возникнет со следующего дня после окончания срока уплаты. Ну и, соответственно, на эту задолженность будет начисляться пение. В платежном поручении распоряжения указывается статус 02 для того, чтобы налоговый орган понял, что по данному платежному поручению необходимо сформировать начисление. Если в платежном поручении распоряжение налогоплательщик обнаружил ошибку, то исправить ее можно, только направив уведомление. Ну а если налогоплательщик направляет уведомление, то уже право предоставлять распоряжение он теряет. Денежные средства, поступившие по платежным поручениям, распоряжениям, зачислятся на единый налоговый платеж и распределятся в соответствии с порядком, установленным статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации. Данный переходный период действует только в 2023 году. Начиная с 2024 года, возможно, будет предоставлять только уведомления об исчисленных суммах налогов. На текущее время у нас уже наступило два срока предоставления уведомления об исчисленных суммах налогов. Это 25 января. Необходимо было предоставить уведомление по НДФЛ с указанием отчетного периода 21.01, то есть за январь. Обращаю внимание, что с 2023 года НДФЛ у нас уплачивается только один раз в месяц. И налоговый период для НДФЛ определен как 23 число предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. По сроку 28 февраля необходимо было предоставить уведомление по НДФЛ уже за февраль с указанием отчетного периода 21.02, год 2023. Также необходимо было предоставить уведомление по страховым взносам, указав налоговый период 21.01, то есть налоговый период за январь. Уведомление по страховым взносам необходимо указывать один КБК, новый КБК, который действует с 2023 года. Это КБК Социального фонда России 182-102-01-4011-30160. Также необходимо в феврале было предоставить налоговые уведомления по имущественным налогам организации, это транспорт, земля, имущество, с указанием отчетного периода 34.01-2022. Если налогоплательщик уплатил имущественные налоги полностью в 2022 году, то уведомление предоставлять не нужно. Если налогоплательщик обнаружил, что ему необходимо доплатить налог, то он предоставляет налоговое уведомление на доначисленную сумму и уплачивает эту доначисленную сумму единым налоговым платежом. Наталья Викторовна, а какие вот ошибки допускают налогоплательщики при предоставлении уведомлений? Это неправильное указание КБК налогоплательщиками. КБК указывается либо несуществующий, либо указывается КБК действующий до 2023 года, это в основном по страховым, либо указывается КБК налога, по которому уведомления предоставлять не нужно. Ну и также некорректно указываются отчетные периоды. Уважаемые налогоплательщики, просьба обратить внимание на правильное заплоднение уведомлений об исчисленной сумме налогов и предоставлять их своевременно.